Будущие инженеры и конструкторы Чуваши осваивают специальности со школьной скамьи. Центр молодежного инновационного творчества, где подрастающее поколение реализовывает свои технические идеи, заработал прошлой весной. Что интересного произошло за год, узнавала наша съемочная группа. Макет первого русского боевого корабля «Полтава» в натуральную величину устанавливают в северной столице. Проектировщиками 3D-моделей корабля стали студенты машиностроительного факультета ЧГУ. Работали мы над ним очень долго, около полугода. Надо было разработать каркас и небольшие элементы для корабля, рассчитать их устойчивость, так как конструкция довольно металлическая. 3D-моделирование было для нас знакомым, поэтому мы к нам и обратились. Думаю, мы справились. Разрабатывали проект на одной из площадок Центра молодежного инновационного творчества в лаборатории 3D-моделирования. С помощью компьютерных программ и устройств здесь можно спроектировать все, что угодно. В соседней комнате виртуальные модели обретают реальную форму. Лаборатория робототехники открыта для всех. Здесь и младшие школьники, и студенты машиностроители. В свободное, неучебное время мы сюда приходим, занимаемся, разрабатываем разные проекты. В паяльной станции я паяю микросхемы для нового проекта. Вот мы разрабатываем проект, сделаем квадрокоптер, который у нас будет летать. Не секрет, что 21 век – это век информационных технологий. И роботы в будущем заменят очень много нынешних профессий. То есть эти роботы, они могут заменять даже людей. Наглядный тому пример продемонстрирован в третьей лаборатории. Здесь представлен самый настоящий сварочный робот. В скором будущем, как предсказывают ученые, подобные модели заменят людей на так называемом вредном производстве. Однако, без человеческого интеллекта этот робот – просто груда железа. Здесь уже наши студенты, бывшие школьники, теперь наши студенты, которые научились программировать простые роботы, модели роботов, теперь работают уже на реальном оборудовании. Учатся программировать, учатся управлять эти роботы. Для того, чтобы потом, придя на производство, сходу встать к этому роботу и работать без всякого детекционного периода. За год существования в Центре молодежного и инновационного творчества была организована научная конференция межрегионального значения. Проведено три соревнования по робототехнике среди школьников. В ближайшее время планируется организовать крупный региональный этап Всемирной Олимпиады. Поделился руководитель центра Сергей Сорокин. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.